Приветствую, друзья. Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушна. Сегодня, 17 марта, впервые за все время полумасштабного российского вторжения в Украину, да и вообще впервые в истории, происходит атака на, по сути дела, российские военные активы на территории оккупированной части Молдовы, то есть в Приднестровье. Перед вашими глазами сейчас это вертолет, который стоит в городе Террасполь, ну а точнее говоря на военном аэродроме, который находится рядом с этим городом. И вот в него прилетает дрон. Взрыв, вертолета нет. Вот что говорят власти так называемого Приднестровья, а точнее говоря оккупированной России территории. Вот эти самые марионетки, которые там сидят, только благодаря тому, что существуют оккупанты Кремля вот на этой земле. Министерство государственной безопасности, не признанный ПМР, заявило об атаке на воинскую часть Террасполя со стороны Украины. То есть винят украинцы. На распространенных властями кадрах видно, как беспилотник врезается в находящийся на стоянке вертолет Ми-8. Он находился в нерабочем состоянии, люди во время взрыва не пострадали. Об этом пишет газета «Коммерсант» и цитирует власти ПМР. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона Камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста. Все это накладывается на недавнее заявление Министерства безопасности ПМР о том, что якобы некие иностранные специалисты, в том числе с Украины, готовят диверсионные группы для атак на военные объекты непризнанной республики. В конце февраля ПМР попросила России о защите в условиях усиления давления. Давление со стороны Кишинева, ну и предполагается, естественно, со стороны вот всей этой западной вражины, которая только и думает, как бы забрать себе преднестровские поля и города. Власти Молдовы заявили о том, что Украина не причастна. Гур Украины заявляет о том, что это провокация России. Очень интересно. Официально все так. Но, друзья мои, иногда сигары — это просто сигары, как говорил еще дядюшка Фрейд. И иногда удар дроном по вертолету в Тирасполе — это действительно удар дроном, который могла запустить Украину. Понятное дело, официальные заявления — это одно. Факт, вполне возможно, это другое. Конечно, многие говорят сейчас, вот смотрите, совершенно невыгодно это для Украины вот такое вот дело. Зачем, мол, такая провокация нужна? Ведь украинские власти неоднократно уже заявляли о том, что в Молдове на самом деле никогда не приглашали украинскую военную машину для зачистки Приднестровья. Вот если бы пригласили тогда другое дело, но в Кишиневе раз разом подчеркивали, что они не хотят военного разрешения вот того, по сути, конфликта длящегося вот уже 30 лет имеется в виду оккупации этой самой территории, которую Россия называет ПМР. Но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что это вполне может быть игра. Очень красивая игра, если так, я ее полностью поддерживаю. Ну вот примерно как со взрывом тех же северных потоков. Я напомню просто, что когда эти взрывы произошли, я первый говорил, что украинцы очень красивую игру сыграли, потому что они подорвали северные потоки, и при этом они обустроили в информационном плане все так, что на самом деле все знали, что это ВСУ, но при этом, конечно, никто ничего доказать не мог, а наоборот все. Кто-то искренне полагает, что это не могли сделать украинцы, кто-то, прекрасно понимая, что он делает, разыгрывал соответствующую информационную карту. В общем, Украина была очень красиво выведена за пределы вообще подозреваемых. Результат достигнут, северных потоков больше не существует. Кремль, в принципе, никогда не сможет больше, даже при желании со стороны западных лидеров, загонять свой газ в Европу. То есть технической возможности больше не существует. Потом мы знаем, что лично Путин и вообще вся российская пропаганда разгоняла историю о том, что, конечно, на северные потоки подорвал ЦРУ, потому что, ну не могли же украинцы такое сделать, ну не доросли они. Ну понятно, что Путину, конечно, было приятнее считать, что это Соединенные Штаты объявили войну России. Ну подожди, если это сделало ЦРУ, то почему вы до сих пор не выкатили соответствующее обвинение? Где же ваши ядерные удары, которыми вы все время грозите? Где же у вас ядерная третья мировая? То есть на самом деле у Владимира Путина прекрасно понимают, что это сделали не ЦРУ. ЦРУ таким не занимаются. ЦРУ готовит соответствующих специалистов в соответствующей стране, в данном случае в Украине. Эти взаимодействия между ЦРУ и украинской разведкой тянутся очень давно. Ну и вот вам результат. Украинские водолазы, которые сумели провернуть операцию, реализовать которую на самом деле вообще мало кто в мире может. Ну о том, что это украинцы были, написали затем целый ряд газет, западных, американских в том числе, назывались даже конкретные организаторы. Ну, вообще, кто-то до сих пор не хочет в это верить. Я не знаю почему, на мой взгляд, низкий поклон украинским специалистам. И вообще, это, конечно, невероятный памятник и признак мастерства украинского спецназа. И вот то же самое здесь происходит. Друзья, почему вы думаете, что Украина не могла это сделать? Ну вот это идеальный на самом деле вариант. Вы уничтожаете, пока что в порядке эксперимента, военный вертолет вражеского режима на территории, где находится на самом деле огромное количество боеприпасов, военной техники противника. При этом всем понятно, что ПМР абсолютно не защищенная территория. И в принципе, украинцы могли бы взять эту территорию и захватить вот те же самые склады с боеприпасами, которых им так не хватает. И Россия ничего бы не смогла сделать. Просто ничего. Единственная причина, почему до сих пор этого не было сделано, это политическая причина. Это клубок всяких политических причин. Но реально, на самом деле, нет никакого основания, почему вот эта территория не должна быть освобождена в пользу Молдовы. Там российские оккупанты. Российские оккупанты объявили войну, по сути, не просто в Украине, а вообще всему цивилизованному миру. Обстреливают украинские города, шахедом убивают там женщин и детей Украины, превратили украинские некоторые населенные пункты в руины, уронили украинскую экономику на 30-40%, грозят уничтожить Украину как государство. Медведев заявляет о том, что Украина должна войти целиком в свои территории, в состав России это единственное условие, условие капитуляции Украины, при котором Москва, в принципе, готова вести переговоры с Киевом, а точнее не с Киевом даже, а с Западом, потому что, собственно, они Киев и Украину не воспринимают как самостоятельный субъект. После всего этого я вполне допускаю, что Молдова с Киевом договорились вот о такой игре. Мы официально все отрицаем, мы говорим, что это российская провокация. Соответственно, официально-юридически у России нет никаких оснований, ну, у Запада тем более нет. Так что, какие вопросы? Завтра сгорит еще один вертолет, или завтра, например, взорвется склад с боеприпасами, а завтра, правда, какие-то непонятные люди зайдут туда и скажут, мы из русского добровольческого корпуса. Но, на самом деле, конечно, это все очень интересно, особенно в контексте того, что как раз действительно реально делает русский добровольческий корпус, Легион Свобода России, а также Сибирский батальон. Только что добровольческие формирования, то есть РДК, ЛСР и Сибирский батальон, объявили об освобождении как минимум двух населенных пунктов в Белгородской области, которые они взяли под контроль. Поселок Горьковское, а также Козинка. И там и там соответствующие видео и фотодоказательства. В поселке Горьковский рядом с административным зданием поднят флаг Легиона Свобода России, ну а вот из населенного пункта Козинка это знамя и бойцы РДК и Сибирского батальона. При этом, что очень важно, Легион Свобода России объявляет о том, что действует совместно с бойцами из Ичкерии. Давайте для начала вообще сам факт этот обсудим. Российские пропагандисты говорят, причем уже, как мы понимаем, четвертый день подряд, что все добровольческие формирования уничтожены, что они не смогли зайти на Белгородскую территорию, что убито чуть ли там не целый батальон с кучей бронетехники. Выдают какие-то странные непонятные фотографии, какие-то непонятные, кажется, консервы, а по факту вот мы что имеем, да? Есть реальная картинка и есть заявление Коношенко. Кому мы верим? Ну, естественно, мы верим картинке, а не Коношенко. О чем мы, кстати, сегодня с вами в одном из наших видео и говорили, что Министерство обороны России имеет одно слабое место. Их, ну то есть российских военных заявления, не подтверждаются видео и фото в 99% случаев. Если действительно, а это факт уже, Горьковский перешел под контроль добровольцев, то это очень плохие новости для Кремля. Это означает, что российская военная машина не просто сейчас не может адекватно отреагировать на происходящее. И это уже не просто беспокоящие маневры, о которых мы говорили. Это уже реальные, действительно реальные военные успехи, которые могут действительно превратить части белгородской территории в буферную зону. Конечно, посмотрим, как дело будет дальше развиваться. Но вчера глава Главного управления разведки Украины, Кирилл Буданов, совершенно верно сказал, что видно, у российских добровольцев действительно дела идут хорошо, они становятся сильнее, и поэтому мы, Украина, будем помогать им по мере возможности. А это еще один очень важный момент. Вот как с Молдовы. Не, а это все, конечно, российские добровольцы с российскими паспортами делают какие вопросы, технику они купили в военторге. Ну вообще здесь ни при чем. Ну может немножечко поможем, там, ну как, папирос поднесем вовремя, может быть, какие-нибудь сухпайки дадим. Ну вот только в этом смысле. И начнется ползучая, действительно, серая зона в Белгородской области. Рано или поздно население из этих населенных пунктов, естественно, либо захочет эвакуироваться, либо захочет жить под властью российского добровольческого формирования, ну а точнее говоря, вот этого конгломерата. Это будет, на самом деле, первый в истории случай, когда на международно признанной территории России есть зоны, которые Россия, как государство, официально не контролирует. Вот сейчас такие зоны есть в Украине, как мы знаем. Это Крым, это часть Донбасса. Теперь Россия будет получать то, что она ранее делала сама. С Грузией, с Украиной до этого, с Молдовой. Но здесь есть еще другой интересный, важный момент. Он заключается в следующем. Итак, ичкерийцы воюют на стороне русского добровольческого формирования. Ичкерия – это независимое государство, которое, к сожалению, не сумело отстоять свою независимость просто по физическим причинам. Это была жестокая схватка свободных ичкерийцев против жестокого российского режима. Но это не означает, что исчезли ичкерийцы. Ичкерия существует в сознании тех людей, которые продолжают за нее бороться. Продолжают бороться против российского режима, продолжают помогать всем тем группам, странам, которые борются за свою независимость от Кремля, так же, как когда-то боролась Ичкерия и, может быть, еще будет бороться. Во-первых, это чисто технически очень хорошо, потому что российскому добровольческому формированию очень нужны люди, очень нужна военная техника, очень нужны силы. Помимо этого, я думаю, что у ичкерийцев хорошая мотивация. А мотивированный боец – это всегда очень хорошее подспорье. Он воюет куда лучше, чем немотивированный боец, чем, в частности, боец российской армии, которая противостоит добровольцам. Ну и, наконец, ичкерийцы, полагаю, имеют определенный боевой опыт. То есть, я думаю, что, как мне учать из этих людей, которые названы ичкерийцами, это люди, которые действительно прошли в свое время войну против российского режима. Может быть, даже это как раз те люди, которые работали в ичкерийском батальоне, который, как я понимаю, находился, да и по-прежнему находится под контролем Главного управления разведки Украины. Просто теперь ичкерийцы перешли в состав Союза РДК, ЛСР и Сибирского батальона. То есть, уже то, что мы видим неделю, как, по сути дела, идут боевые действия Белгородской области и российская армия, не то, что не может толком ничего сделать, но она начинает отступать, начинает терять свои позиции. И одновременно мы видим беспокоящие такие же маневры с вполне конкретным результатом на территории Приднестровья. И одновременно на протяжении последней недели, до что там, последних двух с половиной месяцев, украинские специалисты наносят один за другим эффективные удары по глубоким тылам России, то есть, по НПЗ и по различным стратегическим предприятиям, вот когда на все это смотришь в совокупности, ты понимаешь, что против России идет очень серьезная, асимметричная игра. Игра, в которой, как мы понимаем, те, кто как бы физически, ну, формально, да, по всем показателям, кажется, слабее, чем Россия, находят ее слабости, бьют по этим слабостям, и вдруг выясняется, что на самом деле, если правильно ударить, вот как в боевом искусстве, в нужные точки, то вполне возможно, что колосс сначала начнет покрываться трещинами, а потом начнет сыпаться, а потом упадет, потому что, не забываем, в России это, конечно, колосс, но он именно что на глиняных ногах. Ну и вот мы видим, что РДК, ЛСР, есть сибирский батальон, вместе с очкирицами, мы видим, что гор Украины, работающие по тылам противника в самых разных регионах, кстати, в том числе и в Африке, я напомню, там тоже идет своя война между украинским спецназом и террористами ЧВК Вагнера, которые потерпели поражение в схватке с украинским спецназом, вот это все как раз прямое доказательство того, что российскому режиму объявлена именно тотальная война, и теперь уже не просто беспокоящий удар, условно говоря, по границе Белгородчины, то же самое, да, это уже идет растягивание российских сил по всему земному шару, то есть наносятся удары, которые носят характер геополитических масштабов, друзья, и это очень важно. Наверное, вероятно, новая фаза войны. Если, конечно, действительно в Приднестровье не произошла провокация, такое тоже может быть, но, как вы понимаете, в конце концов мы еще увидим со временем, да, с появлением новых фактов, возможно, новых ударов по военным объектам на территории непризнанного Приднестровья, что это такое вообще происходит. Как бы то ни было, все, что я сказал, относится, ну, как минимум, к эффективным действиям добровольческих батальонов в Белгородской области и к эффективным действиям украинского спецназа. Но в любом случае, вы же поймите, что главное это именно информационная картина, а она вот с точки зрения обычного рядового потребителя, с точки зрения россиянина, допустим, да, который смотрится вот этим великим столкновением, выглядит явно не в пользу России, и даже если представим, что это была российская провокация в ПМР, то непонятно вообще, а какую пользу она принесет непосредственно России, но вот то, что вред, именно репутационный вред, очередной вред это нанесет российскому режиму, это факт, потому что понятно, что Россия все равно не сможет никаким образом помочь Приднестровье, никаким образом использовать находящиеся там войска, никаким образом не сможет использовать, соответственно, военную технику, которая там стоит. Ну, а вот то, что россияне рядовые будут смотреть на видео удара по этому вертолету в Тирасполе, а потом смотреть на многочисленные прилеты по московским аэропортам, по НПЗ, по столетейным заводам и спрашивать, подождите-ка, так это не просто у нас, значит, где-то ПВО не хватает, это значит Россия-то в целом посыпалась, она не контролирует вообще ничего. Кстати, новое видео, которое мы сегодня получили из как раз московского аэропорта. Там все-таки факт прилета дрона, прям по складу где-то в аэропорту, мы вот до этого говорили с вами в нашем предыдущем ролике, что мы не готовы 100% утверждать, что дроны добрались до цели, потому что у нас не было видео, вот теперь эти кадры появились, вот эти кадры, друзья мои, что ж, теперь вы видели все. Продолжаем наблюдать за этой историей, похоже, что все только начинается. Оставайтесь в NewsAder, и если вам нравится то, что мы делаем, поддерживайте нас через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, новый банковский счет с реквизитами, и суперспасибо от YouTube в виде кнопочки с сердечком под каждым нашим видео. Я очень благодарю каждого, кто помогает нашему каналу, потому что благодаря вашей помощи в значительной степени мы как раз и можем продолжать работу. До скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!